Доброе утро! Флорист, декоратор Амира Очаровательная сегодня у нас в гостях и не с пустыми руками. Ну, рассказывайте, что мы будем делать, что мы видим у нас? Это тюльпаны. Да, на самом деле приближаются праздники и мы хотим показать вам, как можно интересно оформить, казалось бы, обычные тюльпаны для того, чтобы порадовать своих близких и любимых. Время оформить, так сказать. Сегодня тюльпаны. Да, ну, кто какой будет делать букетик, кому какой нравится? Я на подснежниками в лес. Я вот эти длинные возьму. Вот эти длинные. Весники родственники. Ладно, я короче. Тогда рассказываю. На самом деле сейчас была полностью срезка деревьев и вообще во всех дворах есть сухие ветки. Я не говорю, чтобы вы ходили, сейчас ломали ветки ни в коем случае с деревьев. Вот, иначе администрация города меня немножко накажет за это. Любые сухие ветки, которые есть, интересные, маленькие, какие-то креативные, креативьте. И просто берете тюльпаны и собираете с ветками. Пробуем. А ты иди собирай ветки еще. Еще очень классная атрибутика. Сейчас сухоцветы, очень в тренде добавление к цветам. Казалось бы, пшеничка это хлеб в дом, да, то есть достаток. Вот, можно собрать тюльпанчики с пшеничкой. Но главное, чтобы не только пшеничку вы подарили своей даме, а все-таки добавим цветок. Прямо полностью собираем. То есть, ну, его вокруг надо ветками? Вокруг ветками, между тюльпанчиками, как нравится. Хаотично. Это творчество, творческий беспорядок такой. Ну, я думаю, девушки оставим классику, да, то есть просто, казалось бы, маленькие, коротенькие тюльпанчики. Мы их засунем в коробочку, нет? Да, но предварительно мы их соберем. Да, пожалуйста, давай еще. А хотя, в принципе, можем не собирать, можем просто в коробочку, красиво. А это были такие же длинные тюльпаны, мы их просто подрезали? Да, но есть еще и коротенькие тюльпанчики произошли. Карликовые, да, как собачки. Да, мы их подрезали специально, конечно, но есть еще и коротенькие. Давайте я вам сюда положу. Вот, а пока собирают наши ведущие, хотелось бы рассказать... Ух ты! Опасно. Опасно. Хотелось бы рассказать, в принципе, где мы можем купить эти тюльпаны, да? У нас есть три места, это ближайшая уличная точечка, да, на рынке. Ларечка такой. Ну, нет, даже не ларечка, вы и знаете, торговля, да? Когда у нас, помните, заполняются улицы все тюльпанами, и все на улице ими торгуют. Мимозой, все дела. Да, хотелось бы рассказать о плюсах и минусах данного. Да, так, ага. На самом деле, любой цветок и, конечно же, тюльпан, а тем более у нас сейчас хорошие деньки, как рассказали, да, солнышко греет, вот, не переносят вообще ветра, жары и всего остального. И, конечно же, задумайтесь о том, вот сколько... Эти бедные цветы на терпение. Да, с утра холодно, там днем солнышко, ветер чуть-чуть подул. Люди вокруг холода. Давление. Да, ну хотя бы я хочу сказать такой лайфхак, если вы видите, или как... Ну он самый, мы поняли, да, 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 так, лайфхак. Хороший лайфхак, да. Значит, о чем? О том, что если стоят точки, где уже накручены, да, вот тюльпаны по три, по пять штук, вы видите, и вот все прям, все-все-все тюльпаны накручены. Это говорит о том, что бедные тюльпанчики переживают действительно очень много периодов. Где точки стоят... Иди ко мне, Пашечка. Вот, где точечки стоят, ну, накручены, да, тюльпанки, тюльпашки, но есть вот упакованные, да, по 20, вот как обычно. А тогда люди накручивают параллельно, то есть тюльпан так сохраняется лучше. То есть все-таки берите хотя бы с того, что хотя бы прикрыто, закрыто. Когда вот прям есть, вот знаете, стоят вот прям в три ряда, и все по три, по пять тюльпанах, вот прям вся витрина, ну, то есть, представьте, их уже вот в этом состоянии привезли. Вот, все-таки на это можно обратить внимание. Тогда вы получите более качественный товар, который будет вас радовать. А я, между тем, уже поместила мини-тюльпанчики в мини-коробочку. Очень мило. Мне это нравится. Да, на самом деле, вы можете сами пойти или купить любую коробку, какую хотите, взять тюльпаны на том же, ну, от второй точечки, да, у нас краснодарцы очень любят ездить на оптовый рынок. Так, оптом, да. Оптом, да, покупать. Не выгоднее или там? Конечно, выгоднее, но давайте будем считать. Доехать сейчас уже туда, вот я еду от начала 40 лет часа три. То есть, это только от начала 40 лет победы и колхозной. Вот, там все знают, что пробки. Во-вторых, припарковаться надо где-то за 500 метров, и то, если повезет. Вот, пройти пешочечком, да, пройти пешком, и там, соответственно, на опте вы покупаете цветы. Выбор, конечно, плюс, что там шикарный выбор всего, что угодно. Но вы уже все ненавидите, пока добрались. А еще вам нужно отстоять очередь, чтобы это вам все красиво упаковали. Ну, хотя бы есть вот плюс, можно купить коробочку, да, если бы... Можно купить коробочку. Сделать такой момент. У нас, меж тем, у ребят появились уже букеты. Так, завязываем. Я прямо хочу народное голосование сейчас запустить. Девочки, чей букет может быть больше? Да, кстати, ваша зелененькая. Так, чей вам... Мы берем... Чей куст вам импонирует? Ой, ну это прям эко-эко. Мы берем такие... Завязываем. Я буду помочь? Да, если можно. Я буду вот так... Так, так. А что делать, чтобы эти цветы простояли вообще? Чтобы это не разовая была акция и удовольствие? Сахар добавлять ли в воду или что там, соль или что? Нет, на самом деле все цветы, как и мы, да, мы пьем воду чистую. И когда вы ставите цветочки в вазочку и забываете про них на недельку, ну представьте, что вы пьете такую воду, да, и цветочек тоже пьет. Во-вторых, у каждого цветочка закупоривается со временем ножичка и, соответственно, ее нужно подрезать. Почему говорят, меняйте воду каждый день и подрезайте. Как для рыбок, так и для цветов. Он так лучше пьет. Ну хотя бы через день. Ну понятно, что жара прям не очень. Вот. Ну вот смотрите, какие замечательные получились букеты, я думаю. У нас буквально 30 секунд остается. Вот это. Да, это чтобы, может быть, в офисе поздравить. Почему я два цветочка увидел, подумал про коллегу. Смотрите, казалось бы, обычный крокус, да, но самый дешевый вообще вариант в горшочке. Можно вот просто вот так оформить, взять вазочку, вот этот наполнитель в Икеа, да, по-моему, стоит, ну, в общем, элементарно. Либо взять какие-то такие вещи. И очень классно подарить сотрудникам, коллегам, учителям. В общем, мужчины, у вас есть из чего выбирать. Составляйте букеты, выбирайте свежие цветы и радуйте своих коллег. А мы обязательно вернемся и расскажем вам еще огромное количество всего самого интересного. С наступающим. А вы еще сказали, что у меня руки не стало места растут.